здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар посвященный эзотерике он называется тайные знания о мире эзотерики стрим 22 марта 18.00 и так сегодня я постараюсь как и обещал ответить на ваши вопросы которые вы мне сейчас задаете онлайн первый вопрос пишет наталья малышка мы малашка добрый вечер андрей андрей все участники спасибо за информацию которая всегда очень актуально спасибо ирина здрасте андрей андреевич моей мамы ей 65 лет глаукома к сожалению в ментальном целительстве практики при глаукоме не было подскажите пожалуйста метод как вылечить глаукому спасибо не забывайте что лечение глаукомы производит врач и необходимо маму все же провести исследование посмотреть какая форма глаукома начинать давать и препараты и так далее но я предполагаю что что вы уже производите лечение и мама получает определенное лечение в ходе применения каких-либо препаратов которые назначил вам лечащий врач и видимо скорее всего у вас нет нужного результата именно поэтому вы хотите как целители постараться помочь дополнительно улучшить мамино общее состояние и конечно же если вы будете использовать данный метод о котором я сейчас скажу это улучшит ее состояние но опять таки хочу сказать что это не является никоим разом заместительным методом по лечению глаукомы я рекомендую все же использовать врачей почему это говорю дело в том что очень часто человек который использует ментальные практики он отвлекается у него нет нужной энергии он работает в энергетически загрязненным пространстве не знает как подключаться к близкому человеку или вообще не знает каким образом происходит это все не знает что делать и так далее там подобно если ментальной практике ментальной практике это методы при помощи которых человек представляет определенный образ который излечивает заболевание главкома имеет конечно же ментальные методы и главками лечит следующим образом представляю маму или глядя на маму мысленно представляю лучше всего вот так онлайн не нужно это делать мысленно представляя маму сзади ее спины на уровне двух лопаток представляем солнышко раскаленное на вдохе и выдохе считаем до 35 40 или 50 секунд на вдохе и выдохе таким образом представляет такое солнышко второй метод мысленно представляем будто одеваем на мамы зеленый колпак представляем будто в колпаке находится зеленое яблоко третий метод когда представляем будто сейчас на улице весна представляем будто весной начинают расти цветы эти цветы вырастают это все необходимо представлять выходим на поле где есть розовые бутоны молодые срываем мысленно каждый розовый бутон и глаза прижимаем к ее глазам открытым вот такими розовыми бутонами это ментальные практики лечения конкретно глаукомы сейчас начнется андрей андреевич дайте это дайте это да ладно и на всем добра андрей андреевич подскажите как сохранить от пожара строящийся или уже построенный дом если много болячек как восстановить здоровье мне 45 надо же в 45 лет и много болячек странно это смотрите как лечить все болячки сразу я подсказать вам не смогу если бы я это знал я бы наверное всем бы уже рассказывал налево и направо я не могу вам объяснить как много болячек или восстановить здоровье не знаю какие три способа восстановить здоровье это пост это периодический пост голодный то есть один день раз в 10 дней не кушать никакой пищи просто пить водичку второе это прогулки и третье это быстрые активные дыхательные процессы то есть выходите на улицу очень быстро и активно начинаете дышать президентах при этом хорошо на вдохе вона выдохе в на вдохе хона выдохе ху и так далее и как избавиться от огня почему этот вопрос вообще вас начинает беспокоить разве есть предпосылки почему я говорю о том что не нужно самое лучшее самая лучшая защита это конечно же пофигизм у меня была такая ситуация в моей жизни я когда-то был удивлен одержимостью одной женщины которая покупая лексус сказала нужно обязательно поставить очень много защиты иначе его украдут ей говорю алена почему ты решила что кто-то должен у тебя воровать этот лексус она говорит но я не знаю но лучше все сделать вы представляете она купила лексус и охранник который был она приехала к своему родному дяде поставила в его ресторанный комплекс во дворе этот автомобиль это было вечером сама с этим дядей начал выпивать ключи оставила там где-то у администратора на столе при этом охранник который охранял этот ресторан он сел в эту машину посадил туда кучу детей и с разгона врезался куда-то и машина пострадала от этого но он ее с успехом угнал и так для чего я это все говорю не ставьте сразу же программы вы еще не успели начать жить а у вас уже должен быть пожар почему вы решили что это должно произойти не создавайте ментальные программы проходите мою школу чистите свое сознание не делайте так отгоняйте такие мысли нос но а ну почему не потоп не сель не мель почему не землетрясения почему пожар обязательно должен быть ну что это с вами такое и так чтобы не было никогда пожара можно ли как-то бы от этого избавиться конечно есть три элемента работы эзотерика или мага или какого-либо человека с окружающим миром об одном из них я вам сегодня расскажу это уважение и милость даже не так это уважение и нежность если человек гладит воду или уважает и гладит огонь как бы гладит огонь если человек уважает и гладит ветер как бы уважает проявляет нежность но можно не гладить вот в типичном таком виде а мысленно представлять будто вы гладить то вот такой метод производит дальнейшем милость то есть этот огонь будет к вам милостлив то есть если вы зажигаете где-то огонь мысленно представляете будто вы его погладили сказали ему молодец сказали ему благодарю тебя и так далее тогда милость будет к вам и пожаров не будет мистер бубуся спасибо за ступень и санга я стою в очереди на получение квартиры с работы прошло много лет стоит ли ждать нет к сожалению вы не получите квартиру обманывают вас другие способы ищите до обман вообще обман обманом обманывает обман обманом обманывает обманом это так неприятно знаете и мне неприятно это говорить лайкаю на сердечко спасибо приветствую всех из финляндии город пьетар саари о красивый город вопрос как умягчить сердце дочери не хочет перестала общаться с родными ее стороны переехав в италию к мужу мысленно вы не проходили мои ступени очень напрасно конечно же я не думаю что тот метод о котором я сейчас скажу сможет работать с вами потому что ну много есть нюансов знаете необходимо человеку взять себя в энергетическое пространство взять дочь в энергетическое пространство или людей которые рядом с ним находятся представить будто все друг друга обнимают целуют друг друга вымаливание производить ну а что вы от меня хотите как у как что я должен вам сказать вот эти все методы они есть моей первой ступени там я рассказываю о методе мы вымаливание в обновленной рассказываю как вымыть ее на ночь мысли на огнем или водой как бы сказать все я смываю все вот эти обиды дочери и так далее как карту перевернуть я тоже рассказываю ее ментальную карту жизни сделай так чтобы она быстро изменила на противоположное вот то свое мнение но так я не понимаю чуть-чуть что вы от меня хотите для того чтобы любить для того чтобы ребенок изменил свое восприятие по отношению к вам звоните ей периодически и говорите или пишите говорите так тебя люблю ты моё солнышко почему люди любят когда их хвалят говорите я так тебя люблю я тебе забыла сказать я люблю я думаю о тебе ты такая умница ты так старайся и у тебя там такие хорошие детки ты за ними смотришь почему люди перестают общаться друг с другу пошли они слышат критику люди же они внутри люди же в душе своей не как маленькие дети каждый человек он как маленький ребенок он думает для себя придумывает свою квартиру своего собственного идеального восприятия персональной жизни то есть человек думает что он самый хороший самый теплый самый добрый самый заботливый и потом появляется критика кто-то говорит ты чё такой вредный у человека в голове появляется как это я вредный и происходит вот такое столкновение внутреннего образа который человек настраивается или настраивает себе воспринимая себя именно тем настроенным образом и обижаясь на то на тот образ который пытается ему другой человек навязать ломая внутреннюю установку и если в этом смысл в целом как сказала у робин да не первое не второе не является правильным а где же он настоящий настоящий это тот который не имеет еще сознание но тот который имеет огромное количество чувств то есть тот который не обусловлено влюблен во весь мир это ребенок который только рождается в этот момент у него нет четкого восприятия за что его можно или нужно любить и в этот момент как объяснял шри уробинда не нужно воспринимать себя как объективные компоненты социума и он говорил что если не воспринимать себя как объективный компонент социума а субъективно отстраняться от социума и от себя в поисках во время медитации своего персонального я в котором нет ничего то есть отрицая идти через путь отрицания то есть а вот это я нет и это не я а где я а нет здесь тоже я нет то в конце концов как говорил шри аробинда человек способен достичь состояния без эгоистичного восприятия своей души где он будет просто не за что обожать или не за что любить окружающих людей себя и так далее но нам это как людям обывателям незнакомым с индийскими методами медитации то и самим шри уробинда наверно во многом это недоступно мы управляемыми своими адреналинами и норадреналинами гормонами голодом и там вредностью эгоизмом пытаемся выживать а надо быть как маленькая рыбка знаете красивая и гордая и не обращать на себя внимание кто да где да что но вернемся все-таки к теме как же все-таки сделать так чтобы близкие вас начали обожать нужно постоянно хвалить этих людей говорить им какие они хорошие насколько они много всего делают пушить их вот этот внутренний эгоизм когда расходятся или когда разбегается когда человек начинает вы там что-то сказали человеку и он начинает думать как он начинает думать он все время думает а вот он там вот такой а вот он вот такой а вот он вот такой почему у каждого человека в голове есть определенное восприятие окружающего мира как на некой картинке в которой кино происходит и человек способен это очень часто происходит ставить каждому образу ментальную картинку то есть придуманная им восприятие того или иного человека и человек во время своей жизни допустим вы мама и вы видели как ребенок был одним потом менялся стал другим и так далее для вас одна картина этого ребенка когда он живет на стороне то у вас эта картина остается и вы думаете что он должен оставаться таким же каким он сохранен в вашей душе и вашей памяти но вы забываете все люди меняются поэтому очень часто мама с дочкой которые долго не виделись или там живя друг от друга воспринимает или имеет один образ этого человека а там совершенно другой образ этого человека из-за этого происходят столкновения но не стоит забывать вот такие слова я сегодня вас научу они очень удивительные и потрясающе хорошие как бы вы ни жили чтобы не происходило с вами и никогда в своей жизни не критикуйте и не ругайте близких людей первое не ругайте и не выговаривайте им не произнесите слова а ты такой а ты такой а ты такой то есть не критикуйте я говорю это серьезно какой бы ни был не критикуйте поддерживайте второе никогда запомните никогда никому в своей жизни не жалуйтесь на своих близких или на тех людей которые находятся рядом с вами почему вы разрушаете семьи не жалуйтесь не на мужа вот знаете не даже на родители даже на умерших не жалуйтесь самое печальное то что человек может получить от этого мира это объединиться с плохой кармой родителей как это происходит когда женщина допустим начинает кому-либо из своих подруг или там знакомых или мужу даже рассказывать что вот у меня родители были плохие отец надо мной издевался он бил меня он там говорил мне плохие слова там и так далее и так далее то есть человек говорит я ориентирован на то чтобы помнить только вот это плохое а то что этот человек работал на протяжении 20 лет для того чтобы мой какая красивая прилетела ты кто мой какая-то красивая прилетела но садись уже бабочка какая-то прилетела красиво чья-то душа полетела пусть лики 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 мои красивые давай и ну пусть летает она вам не мешает убивать ее не буду от нравится нам и у человека возникает как как человек отец или мать они же делали все для того чтобы вы жили но вы же нацелены сейчас на то чтобы вспоминать плохое почему но хорошая обычно никто не помню не помнит не знает не конца хорошая как бы само собой а плохое нужно помнить ну да ладно так вот когда человек начинает жаловаться о своей жизни которую он прожил чтобы не происходило плохой был муж плохой был отец плохая была жизнь не жалуйтесь а если вы кому-нибудь рассказываете то всегда делаете так говорите моя жизнь была классная отец был обалденный одет какой был а мама какая хорошая была а муж у меня тоже был нормальный в общем-то хороший и детей любил и меня любил даже если это не так в душе вашей пусть останется как нужно вы его идентифицируйте правильно не жалуйтесь никогда не жалуйтесь не ругайте близких не обсуждайте насколько они плохие не слушайте если кто-то будет говорить что они плохие какашки и так далее у бога на каждого есть свои идеи у каждого есть своя задача у каждого есть своя цель когда человек говорит какая она это не ко мне вопрос это к богу пути господня неисповедима одно могу сказать что если вы добрый хороший человек если близкие для вас это элемент восторга восхищение любви если вы но это не значит что вы должны быть идеальным христианином это не так что такое любить любить это в тот момент любить это не значит лобызать без конца целовать там целовать и кисти и ежедневно заниматься интимом любить это другое любить по-настоящему это в тот момент когда человек который воняет и тебя бесит и ты молчишь в тот момент когда ты хочешь заткнуть рот ты промолчишь сделать замечание не сделаешь тот момент когда не хочется ничего не для кого сделать встанешь и здесь рука болит но ты все равно за кем-то подбираешь и не говоришь этому человеку вот это есть любовь и потом говоришь какие они хорошие вот это есть любовь а когда я тебя люблю тебя люблю и посреди комнаты насрать знаете то кому эта любовь нужна любовь это быть теплым любовь несмотря ни на что быть добрым доброта и не проявление злости есть то что гранит в нас настоящий алмаз божественной красоты как по-другому смотрите любые любит человеческая душа рождается в породе которая является наше физическое тело мы живем у нас появляются какие-то терки с этим миром неприятности денежные неприятности с близкими неприятности еще какие-либо мы начинаем переживать кричать ругаться это камень который граница он начинает нагреваться и он может лопнуть то есть по-другому вы можете заболеть а если к этому относиться как будто вы не нагнетаете себя как бы перескакиваете то каждое событие принимаете каждое событие то каждое событие которое вы принимаете не надо не благодарности не анализа ничего этого не нужно если просто каждое событие просто проходит а вы остаетесь при этом добрым человеком и проявляйте свою доброту то ваша душа плавно становится все красивее красивее и потом вы начинаете сиять свое время серафим саровский сказал что негаю до после длительной молитвы неги после поставить длительной молитвы в неге божественной милости извлечаю негой людей а чем он лечил добротой внутренней он лечил чем лечил иисус христос добротой внутренней лечил чем лечили люди почитайте будда чем лечил людей он даже говорил добродетель доброта на самом деле в палийском языке слова добродетель пишется по-другому поэтому из палийского языка в свое время перевели неправильно на русский язык основную лотосовую сутру как оволоките швары так и буддыга у там перевели как добродетель будь добродетельным а на самом деле это не добродетельным он сказал буквально будь добрым он сказал буквально будь добрым об этом он говорил поэтому везде всегда говорил будь добрым будь добрым будь добрым почему почему ребенок рождается и улыбается ему же это не нужно делать но он то улыбается почему он проявляет свою доброту так и люди но проявить злость мы умудряемся это хамить кричать вытаращиваться ненавидеть злиться о доброту а доброта не заключается в том чтобы всем без зуба улыбаться она заключается в том чтобы промолчать не ударить не на хамить не стать в позу не обижаться три недели не вредничать не мстить отпустить пойти сделать шаг назад потерпеть вот это добродетель это и есть те грани которыми бог шлифует ваши стороны вот они влад спрашивает здравствуйте уважаемый андрей андрей здравствуйте влад скажите пожалуйста правда ли что есть блуждающие могилы большое спасибо нет нет дело в том что я понимаю откуда вы берете эту информацию в торе написано что да действительно после того когда человек иудей он умрет то когда бог призовет всех то они должны будут пройти под землей и дойти до места где это все будет происходить она тоже указано насколько я помню в иерусалиме то есть и многие люди которые являются верующими иудеями они ждут момента такого вот спасения где все станут и там предстанут и тогда ну и в некоторых писаниях там рамбама сказано о том что нужно жить поближе к иерусалиму почему потому что в случае если ты у меня был друг такой возму неважно женя и я говорю женя он говорит вот мне будет там 65 66 я планирую себе купить однокомнатную квартиру в иерусалиме и буду уже там находиться не буду выезжать оставлю здесь бизнес поеду туда я говорю ну а в чем смысл он говорит ну ты что я же буду уже взрослая если я умру то нужно будет там сразу же место купить чтобы меня там похоронили потому что потом будет же и мне придется под землей из нашей страны этому тогда в германии жили из германии нужно будет идти пешком в иерусалим а это целых там 10 тысяч километров ты что я рюжение какое у тебя образование 2 высших говорит когда приду во первых долго весь из-за труси и понятно так вот по поводу блуждающих могил если бы были блуждающие могилы то это выглядело бы так похоронили человека после этого отрыли а его нет а потом раз он там через три километра и появилась нет друзья мои никаких блуждающих могил нет откуда берется эта информация сейчас информация берется не сейчас сейчас большинстве своем наше информационное поле которое создается в гугле она связано с тем насколько на что-то человек реагирует допустим выглядит это следующим образом вот я захожу сейчас в специальную программу которая может посмотреть какие самые релевантные запросы по слову эзотерика и о чем больше всего необходимо говорить вот я вам сейчас буду читать смотрите вот мне нужно сегодня говорить знаете о чем для того чтобы вебинар был очень популярным я должен сейчас рассказывать о внешности ведьмы как понять вот я должен сказать что бывают ведьмы у них есть внешность как определить эту внешность и так далее дальше рассказать об удаче дальше если вам что-либо подарили что будет что будет если вам там что-то дарит как провести медитацию кто такой маг если одна земле если бог если ведьмы давайте вот маг допустим и посмотрим по магу какие самые популярные вот и мне нужно рассказывать о непосредственности кахи кахи и серго десяти невероятных фактах ну и так далее об экстрасенсах там правильные неправильные и тогда и это все формирует определенные поисковые запросы поисковые запросы то есть у людей потом в дальнейшем появляется вот человек пишет пишет этот запрос и смотрит самый релевантный запрос это могилы это блуждающие и так далее и вот он придумает информацию он говорит вот есть блуждающие могилы в блуждающие могилы не проверить не подтвердить это невозможно это является своего рода сплетней как формируется с это сплетня и и формирует просто либо человеческий запрос либо какие самые популярные видео которые есть на моем канале самые популярные видео которые есть на моем канале это видео где вот где глупость какая-нибудь сказано вот они видят мои большие видео смотрят как я читаю но люди видят как я читаю лекции какие-либо ну и очень смешно становится когда человек говорит вот дуйко там не разбирается в не разбирается в медицине как он может не разбираться в медицине если 10 лет подряд читаю лекции по медицине объясните как это может быть уже нет тех людей которые вы меня не знали не видели не слышали моих лекций или там не разбирается в эзотерике 10 лет уже 13 лет там или сколько читаете лекции постоянно годами из года в год каждую неделю и это делаю там уже кучу времени ну и вот что я делаю допустим беру какое-нибудь видео и его записываю так чтобы там была какая-нибудь глупость прямо несусветная почему потому что у людей есть образ вот умник умничает а поставлю я его на место этого человека сейчас и вот если бы я сейчас записал видео допустим как 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 пить как вы возьмите медную чашу напишите там ума не под мохом наливайте каждый день и маш смазывайте вот этой водой себе не знаю там задний проход для того чтобы не было геморроя вот одноминутное видео при этом я это удивительно геморрой лечится медной чашей смотрите срочно когда людям начнет не нравится то люди начнут обязательно писать они будут писать что я там плохой вредный негодяй какашка там и что меня там и так далее так далее так далее это вызовет одни будут писать что да я такой смеяться насмехаться и так далее и после этого я за счет такого видео стану мега популярным это как степанова делает или выпускает видео знаете у нее есть видео она рассказывает о пуке то есть она говорит что когда ты чувствуешь что у тебя будет пук звонкий тогда можешь смело пукнуть потому что не будет никому пахнуть а если ты будешь держать он будет такой тихий и горячий то все убегай потому что будет очень сильного не и это говорит эксперт которая подписан канал эксперт психолог да там ее высказывание писать как и так далее но у кого заболит тот о том и говорит о гомосексуализме женском и так далее о бритостях промежности и прочей ерунде ну и так далее и почему это почему это происходит и кто эти люди вот смотрите кто становится в итоге рупорами этого мира теперь вот открою вам тайну рупорами этого мира становятся не профессионалы рупорами этого мира становятся те люди которые становятся популярными а становятся непопулярными потому что люди больше всего пишут комментарии у фриков где есть фрики то есть если очень много глупости говорит а уже вот почему у меня канал не миллионник такой вопрос дело в том что если бы я был фриком и каждый день бы делал фрик-шоу то есть записывал бы там как медью лечить попу и там моргни на луну и после этого закопай портрет и так далее то было бы миллион человек уже за один месяц то есть это сделать несложно таких каналов очень много есть канал называется эзотерика примета есть там мастер владислав который каждый день выдумывает какие-либо приметы или какие-либо обряды они ничего общего не имеют ни с чем это просто ну придуманные идеи и ну в большинстве своем и ну вот ему так хочется ну пусть так будет и конечно же такие каналы они набирают очень большое количество людей очень быстро эти люди становятся популярными тогда а так на самом деле вы должны знать что популярность сама по себе не является компонентом грамотности популярность не является компонентом наверное экспертности популярность даже не является компонентом популярность является компонентом возмущения людей люди возмущаются человек становится популярным хочет или нет именно поэтому мы потом находим за татуированных людей люди делают какое-то видео им пишут вот чего ты такой весь татуировки к или там очень полная женщина поедающая что-то и там нервно ругаясь если человек там говорит глупости какие-то причем делает это с чистым искренним лицом если человек там надевает платье и там говорит о политике и так далее это все это все вот они становятся популярными да эти люди становятся популярным потому что их обсуждают с них смеются они таким образом обретают популярность мне я не хочу где в том что у меня это не является ключевой задачей становиться популярным и даже обучать кого-то я просто эзотерик и моя основная задача это помочь другим людям жить как я счастлива я подумал что это наверное есть может быть одна из ключевых моих ролей в этом мире напоминать людям кто тоже должен им напоминать что существует милосердие что есть доброта что можно не обсуждать близких не ругать о том что можно относиться хорошо как-то люди в силу каких-то своих усталости болезней и не знаю может быть воздействия каких-либо излучений может быть психических отклонений плохого питания люди плавненько не замечая сами этого ну из связи с той до этого было связи с последними вот этими всеми ситуациями люди потеряли я не говорю что потеряли в мире внутреннюю доброту как можно жить если там бомбы падают вон у нас 30 взрывов было вокруг киева вчера ночью и сегодня но не терять знаете даже при этом не стоит терять внутреннее тепло к тем людям которые рядом находятся что будет если все матери в один момент откажутся от своих детей скажут зачем нам их садить на шею если можно от них отказаться мир дальше может существовать что будет если мужчины все скажут в один момент а зачем нам эти женщины нужны пусть сами воспитывают все больше не нужно а нам жить самим легче что будет если все откажутся от своих стариков больных которым нужны что будет, если все откажутся от своих детей инвалидов, по Платону, кстати, что будет с этим миром, кто должен говорить о том, что милосердие должно существовать, ну пусть буду я, просто я как раз тот человек, который не обременен, я, знаете, как обычный человек из обычного мира, я не обременен, я не кричу аллилуйя, не собираю какие-то деньги за семинары или за пастырство, не говорю, что всех именем Иисуса Христа и так далее, или именем Иисуса Христа, или именем еще кого-либо, и говорю, как обычный человек, что да, бывает еще третья сила, и эта третья сила, она может дать человеку терпение, она может дать человеку внутреннюю любовь, она может дать человеку заботу, почему не христианство и почему я не пошел в христианство, дело в том, что христианство, оно нельзя говорить ничего плохого, оно надоедает, оно надоедает, то есть человек, он более творческий, знаете, человеку хочется разницы, нельзя кушать каждый день гречку и масло, человеку хочется чего-то еще, поэтому, когда возникает что-то еще, знаете, нельзя читать только Библию и Евангелие всю жизнь, как я в свое время пошел в христианскую церковь, это было еще в очень юном возрасте, в 13 лет или не было еще мне 14, в 7 классе, и там пастор какой-то, он говорит, вы попадете в рай, но, а я говорю, а чем мы будем в раю заниматься, он говорит, в раю ты будешь читать Библию, я понял, что я в рай не хочу, никаких книг больше не будет, нет, я так не хочу, я хочу читать, я хочу новости читать, смотреть, чтобы думать, даже если не поехать, то видишь, он говорит, этого не нужно будет, ну, одним словом, если там только Библия, то это мне не подходит, мне интересна и химия, и физика, и науки, так что блуждающих могил нет. Скажите, пожалуйста, спрашивает Екатерина Черношейкина, посадят брата в тюрьму или все обойдется? Посадят. Валерия Александровна, почему снится муж умерший, это общение или это иллюзия? Когда человек снится, и ему снится человек, который умер, это говорит о том, что душа нуждается в вашем подталкивании, и это говорит о том, что вам кажется, что человека нет, на самом деле он есть в вашей памяти, есть в энергетической структуре вашей жизни, там далеко, в прошлом, и эта нить, она связана с вашими синаптическими связами, и когда снится такой человек, то нужно его помянуть чем-то хорошим, сказать, ты мой хороший, у нас были хорошие события, ты мое солнышко, покойся с миром. Зачем это делать? Если такое сделать, тогда у детей, которые живут сейчас в этом мире, будет счастье. Я уже рассказывал эту историю, повторюсь, когда-то я был в Индии с подружкой моей, она сама из Крыма, тогда с Крыма, и она работала на рынке, рыбой торговала, и мы вместе поехали в Индию, не вместе она с мужем своим, а я поехал сам. И вот мы в Индии были в монастыре, это как раз был такой фестиваль Кумбхамела, и будучи на этом фестивале, я их повез, это у меня уже второй фестиваль был, и я приехал туда, повез целую группу, и во время, после проведения этого фестиваля, мне очень хотелось пообщаться с человеком, который является там, в Индии распространено это, он является тем, кто предсказывает судьбу, то есть это человек, который постоянно находится в аскизе, то есть он обмазан белым пеплом, ни с кем не общается, бесконечно молится, и к нему сложно попасть, но попав он тебе может предсказать какой-либо, дать какой-либо совет или дать какое-либо предсказание. Все сбылось, что он тогда предсказывал, несколько раз предсказывал, все сбылось на 100%, и дал мне хороший совет. Так вот, о моих советах забудем, а вот такой совет был этой девушке, Дан, она задала вопрос, почему у меня всегда с мужьями плохо, и почему у меня всегда с бизнесом хорошо, я хорошо зарабатываю и так далее, а мужчины не хотят ни на меня смотреть, ни со мной жить, там 3-4 дня поживет и убегает от меня. И он ей сказал, ты плохо, в твоих воспоминаниях находится очень плохое отношение к твоему отцу. Она говорит, конечно, это был не человек, это была свинья. И дальше ругательство. Так она возмутилась, я такого не видел. И он говорит, смотри, как только полюбишь своего отца в своей памяти, все мужчины начнут тебя обожать. Как только полюбишь маму в своей памяти, всем мужчинам начнешь нравиться и будет много денег. Поэтому обожай в голове память о тех людей, которые связаны с тобой. Если вы жили с мужчиной, то, возможно, есть какой-то мужчина, который смотрит сейчас на вас, и вы ему нравитесь. Но есть нить, которая мешает вам, скорее всего, чтобы такое событие создалось. И что является причинно-следственной связью? В вашей памяти негативная ситуация, негативное отношение по отношению в воспоминаниях к тому человеку, который рядом с вами жив. То есть вы бы могли согласиться, и событие могло бы быть. Но из-за того, что там есть причина, поэтому и приснился, видимо, ваше сознание вынесло эту причину. А что нужно сделать? Сказать, ты мой хороший, такой был хороший. Покойся с миром. Лаура Цыгнелл. В ближайший понедельник буду звонить насчет работы повара. Зачем мне это? Вия Линкина. Нам достался в наследство загородный дом от родителей моего мужа. В этом доме умерло три поколения женщин и мать мужа. Вопрос о том, можно ли, нужно ли проводить ритуал очищения. Ну да, хорошо было бы провести ритуал очищения помещения. Вообще любое помещение необходимо очищать. Но дело в том, что даже если люди умирают, то в случае, если болезненно умирали, тяжело умирали, мучились очень сильно, то ритуал необходимо проводить. Как вообще можно убрать мучения? В случае, если, нельзя этого говорить. Делается это так. Берется кастрюлька такая медная желательно, мангальчик. В этом мангальчике делается костер. Ставится он небольшой, такая вот тарелочка. Здесь щепочки зажигаете, так, чтобы ничего не летело, и немножко оно горит в какой-нибудь тарелочке. И вот этим огнем ходите, и вот так вот этим огнем умываетесь. И также этим огнем мысленно, представляете, будто все в этой квартире вот так умываете. Если так сделать, а делать это необходимо в четверг и в воскресенье, в воскресенье до 7 утра, а в четверг после 6-7 вечера, когда уже темно становится, ну, можно вот когда с первыми лучами, то тогда такой обряд может помочь осветить вашу квартиру. В четверг это посвящено более поздним духам, а утренние более ранним духам. То есть утренние это переживания и будущее, а поздние духи это те, кто уже умер и так далее. В четверг поминают тех, кто уже умер, а в воскресенье до утра поминают тех, кто еще жив, но плохо себя чувствует, ну, их ментальные идеи по отношению к вам и по отношению к вашей семье. Можно ли так почистить? Можно. Можно обычные методы, о которых я рассказываю, это обвести, сжечь или выжечь пространство при помощи свечи, читая мантру, какая мантра у нас там есть для сжигания пространства, там для освещения, а для выжигания, а для увеличения свечения или радости в квартире, это мантра омбеканзе, это мантра омру цераманай праутай хум, ну, такое. Это все даю, что-то даю, что-то не даю, но методы эти есть в моей школе. Проводить ритуал очищения обязательно. Лариса Береза, существует ли какой-то эзотерический способ оградить себя от агрессивного человека, проживающих со мной в квартире? Или уйти, обрести новое жилье, нет возможности, защиту ставлю, ставите свечу и после этого сжигайте, что вы живете вместе с этим человеком на квартире, мысленно сжигайте вот так вот на свече. И второй вариант выглядит так. Представляете каждый день этого человека, как будто он перед вами находится. Представляете его и высказываете ему все плохое, что вы о нем думаете. Сделайте это даже трех-четырех раз достаточно. Вот представили, будто он здесь находится у вас в квартире, будто он перед вами находится. Садитесь, говорите, не боюсь я тебя, как ты задолбал, что ты все время это делаешь, сколько это может произойти, замучил меня идиотом, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Высказали это все, можно свечечку зажечь. Если вот так каждый день делать, помиритесь, начнете друг друга обожать. Можно вопрос про мою дочь, 27 марта у нее будет суд. О признании банкротства, если в ее ли пользу решить. Смогу вернуть деньги из банка? Нет. Зачем мне вам предсказывать? Не понимаю. Доброго вечера, Андрей Андреевич, сон марафона 12. Приснилась золотая статуя, яка разломилась наполовину, мы ее забрали. Надо заниматься тем, чтобы откладывать. Тогда получится все остальное. Здравствуйте, подскажите, или строят что-либо. Хороший, кстати, сон. Я частный предприниматель, много лет весной открываю летнюю площадку. Стоит ли мне открывать это весной? Да, получится. Бакыт указывал. За помощь нам будьте здоровы и счастливы. Живите до... Буду. Сегодня, кстати, Навруз, да, праздник. Точно. Это же сегодня у нас 22 марта. Навруз. А 25-го будет лунное затмение. Лунное затмение очень тяжело. Переживают обычно такие знаки, как рак и рыба. И могут плохо себя чувствовать, переживать, вредничать, болеть. Поэтому берегите здоровье. Как преодолеть лунное затмение? Читать мантру, которая звучит так. Ом чандрая намах. Ом чандрая намо намах. Лариса, не могли бы вы сказать, в каком году? Не мог бы сказать. Я не предсказываю. Зачем мне это? Не понимаю просто этого. Ну, помимо... Когда? Зачем мне вам говорить, когда? Я же говорю, гадалка с базара. Уже если знаете, уже если я гадалка, тогда сделайте так. Вот у нас чат, там есть у нас... Вот я сейчас посмотрю. Сейчас я посмотрю. Грушева Петрымковича Нувальнакев. Дивлюсь. Никто мне... Денежная поддержка от тех, кто меня смотрит. Ну, вот я понимаю, была бы денежная поддержка, там отправили мне 5 долларов, я после этого бы вам сказал. А так, зачем мне это? Что это такое? Зачем? Так, ради чего я должен это делать? Ну, я понимаю. В какой день недели волосы не рекомендуют стричься? Делайте так. Входите на мой сайт Дуйко Гуру и пишите, когда стричь волосы. И я там целую статью когда-то написал и опубликовал, когда и при каких условиях стричь волосы и ногти. Людмила Замниус. У меня умерла дочь, моя девочка умерла из-за моих грехов. Спасибо вам за все, с уважением к вам. Нет. Тибетская система книга мертвых объясняет преждевременную смерть человека как событие, которое он сделал в прошлой жизни. Они объясняют это следующим образом. Объясняют это Дхармой и грехом Дхармы. И что это обозначает? Когда человек жил, будучи в прошлой жизни человеком, то в какой-то момент он убил одного человека или несколько человек. И убил это в определенном возрасте. И в каждой своей жизни его жизнь будет прерываться именно в это время. То есть он будет доживать до вот этого возраста. И это не связано ни с чем. Такие детки обычно они рождаются с определенными отметками. Также это опять-таки не мое мнение. Это так буддизм объясняет. Там же еще говорится о том, что в тот момент, когда человек рождается, если ребенок родился и очень быстро умер, то это говорит о том, что когда человек умирает, он должен умереть своей смертью. Если человек умирает, увеличивая эту смерть, то есть быстрее умирает, то есть он берет себя и убивает, то тогда он родится, доживет тот возраст. Вот смотрите, ему человеку 30 лет, а ему судьба уготовлена, чтобы он жил до 60 лет. И человек в 30 лет убивает себя из-за чего-либо. После этого в следующей жизни он рождается и доживает 30 лет своей прошлой жизни, и эта жизнь заканчивается. То есть он доживает судьбу прошлой своей жизни. И почему рано умирает? Бывает так, что ребенок родился и умер. Вот час не дожил человек. Нет, это не связано с вашими грехами. Кристина Савченко. Хожу по врачам, похудела на 15 килограмм от массы тела, слабость, не получается восстановиться, страх очень сильный, не могу не переживать. Подскажите, как быть? Не хочу страшного диагноза. Нет, Кристина, просматривая вас, я 100% говорю вам, что вы болеете заболеванием, которое связано с психиатрией. Оно не связано с онкологией, не бойтесь. Идите смело к психиатру, вы находитесь в состоянии депрессии, а те состояния, которые у вас сейчас возникают, они лечатся. И лечить это, возможно, быстро. И как раз они сейчас обостряются весной. Когда человеку кажется, что с ним разговаривают, на его мозг кто-то влияет, на его сознание кто-то влияет, кто, да кто угодно, духи, зло, порчи и так далее. Это все, и эта навязчивая идея, при которой он считает, что он от чего-то умрет 100%, на него кто-то влияет 100%, кто-то хочет его убить 100%, это как правило связано с тем, что у человека есть психическое заболевание. Их много. Есть классификация и градация. Назальные такие классификации этих болезней, там, абсансы, обсессии, депрессии, компульсии, там, всевозможные синдромы дополнительные. Это синдромы, там, ну, Коновалова, нет, нет, это другое, там, Кандинского или, там, Кандинского клерамбо и так далее. То есть, это все диагностируется, это несложно и с легкостью лечиться, несложной терапией, прям с легкостью. Поэтому не бойтесь. И синтуки, там хорошая поликлини, там хорошая больница есть, вас полечат, прям в синтуках. Татьяна Заборская. Появился поклонник моложе и очень стеснительный. Подскажите, как правильно общаться и будут ли на добро отношения? Что значит будут на добро отношения? Что вы сейчас написали мне? Что это такое? Как это будут на добро отношения? Что это? Как это? Почему не написать русскими словами? Будем ли мы жить совместной жизнью? Или будет ли у нас любовь? Будет ли у нас на добро отношения? Что такое? Вы что, ходите, гадаете, гадалками, а не во, о, на добро вижу тебе отношения. Вы же уже их словами говорите. Ой, девочки, девочки. Кстати, встречайтесь, если 10 раз погадаете, все, можете расходиться. Почему? Все, карты забирают. Карты как огонь забирают. Если 10 раз погадать в судьбе, вот если 10 раз вам скажут, что вы выиграете в лотерею, вот 10 лет не выиграете. Если вам скажут три гадалки, вот жить будешь с ним 100%, то 100% не будете жить. Если 10 раз скажут, что у вас порча 10 человек, вот 10 лет будет порча, хотя ее не было. Это так устроено, это там работает так и Грегор, вот этот и Грегор, карт Таро. Поэтому там все зависит от того человека еще, который это все транслирует. Не ходите часто гадать свою судьбу, испортите ее. «Ну так а что делать, если он стеснительный?» «Возьмите все в свои руки». Говорите, «Ну иди сюда!» «Муа, ты мое солнышко!» Сколько можно уже стесняться?» «Знаете, почему он стеснительный?» «Потому что вы не стеснительные?» «То возьмите все в свои руки, ну иди сюда!» «Некоторые мужчины хотят этого». «Моложе» «Молодец!» «А зачем вам взрослее?» «Пусть моложе будет». Шалпан. «Как зарабатывать?» «Я все знаю». «Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли коллекционировать старинные монетки, выкопанные в полях?» «Да». «Расскажите про обновленную вторую ступень, чем она будет отличаться от старой второй ступени». На обновленной второй ступени я буду рассказывать о том, как мы связаны с кармой своего рода. Я объясню, как мы связаны с кармой рода. Объясню, как в семье формируются ментальные всевозможные задачи. Как сделать свой род таким, чтобы откупить все прошлое. Объясню, что такое книга жизни. Как себя в эту книгу жизни записать со своими родными. Объясню, как выбрать для своей семьи или запустить счастье в своей семье. Одним словом, я начну давать методы построение внутренних сфер для обретения внутренней энергии везения. Чего я раньше не давал. Что будет из той, из... Очень много техник там я дам. Прям очень много. Она прям напичкана эзотеристскими техниками, которая связана любовью, которая связана мужчиной и женщиной. Буду объяснять, почему мужчины и женщины не могут выйти замуж, могут выйти замуж, как скандалы, почему они возникают, откуда это течет, что такое там разные поля. В каждой семье есть семь полей. То есть я буду объяснять, как просматривать поля, где эти поля находятся. Там белые поля, зеленые поля, синие. Что в этих полях можно увидеть. И ну там продолжение первой ступени. Только она теперь уже будет поглощать уже... То есть первая ступень — это познание внутреннего сознания своего, внутреннего чувства души. А вторая ступень — это уже работа вот с такими энергетикой вашей семьи, вашими близкими, понимание или психология семейных отношений, семьи, любви. Почему есть мужчины, почему нет мужчин, как сделать так, чтобы были, почему не нравится, почему нравится, почему некрасивые нравятся, почему красивые не нравятся, откуда это берется, Где какие черви, где они живут, почему там все женщины колят себе губы, почему, в чем причина, что вечно хотят худеть. Даже близкие говорят, нет, не худей, почему они худеют, почему мужчины по полжизни обижаются. Все вот это будет. Плюс целый ряд эзотерических практик. Ну, конечно же, я обязательно дам и сублимацию, и дам построение цицилиндра, и дам вот еще построение этих внутренних сфер реализации в жизни. Также объясню, дам методы работы с этим Шива Лингамом, объясню, какие мантры там к чему подходят и так далее. Наверняка затрону. Ну и если так по-честному, то программы такой особой нет. Я и первую ступень, когда читал, программы особой какой-то не был. То есть вот так вот я сяду, и все зависит от группы. Какая группа соберется, такая вот программа и будет дана. Информации просто огромное количество. Буду объяснять. Дам еще и методы целительства, кучу систем таких быстрых методов магии или влияния. Много всего. Интересно будет. Вот прям обещаю, что очень интересно. Карта метро не стоит пользоваться самостоятельно. Не гадайте на одно и то же, не гадайте постоянно. Потому что вы, если гадаете на одно и то же 3-4 раза, то это не случится никогда. Даже если хорошее выпадает. Выйду я замуж, выйду. Выйду я замуж, выйду. Выйду я замуж, выйду. Вот 3 года не выйдете. Кристина, а когда сеанс будет для мнительных и психосоматичных? Почему вы решили, что должен быть сеанс? Я не хочу его проводить. Вы думаете, что я делаю что-то, потому что я людей люблю? Или делаю что-то ради людей? Нет, это просто мое желание выходить в люди. Я одинокий человек, у меня одиночество. Я целый день работаю. Вот мне нужно с кем-то пообщаться. Вот считайте, что это монолог для того, чтобы пообщаться с людьми. Вот таким образом. А там на заказ я не работаю. Сделайте для меня это, сделайте для меня это. Я не хочу. Не хочу. Кровь густая, пью таблетки, под контролем. Преддиабет. Преддиабета не бывает. Большой вес – это диабет. Второго типа. Получится восстановиться? Получится. Спорт, дыхание, сможете быть здоровы. Дочь учится в 11-м со всеми учителями хорошо. Вот с химией такое ощущение, что она к ней предвзято относится, придирается. Можно ли помочь в данной ситуации? Нельзя помочь в данной ситуации. Не обращайте никакого внимания. Не получается химия? И пусть не изучает эту химию. Сейчас такая большая была глупость в свое время, так много времени посвятить бесконечной учебе в институтах, техникумах, училищах. Это вообще никому не нужная была работа. Никому не нужная. Большинство информации, которая была получена, ее можно было уменьшить до одного или двух лет получения информации. Зачем нужно было так растягивать и давать кучу всего, что никогда человек не будет использовать в жизни? Так это все усложнить и так прямо все увеличить. Эти дипломы, о которых сейчас мечтают, эти дипломы, они уже никому не нужны. По дипломам уже никто не работает. Сейчас есть тысячи специальностей, когда люди сами обучаются, устраиваются на работу. Ну, конечно, медицинский работник. Конечно, кто вас без диплома возьмет. Ну, я могу сказать, что если вас без диплома возьмут, и вы начнете работать, и будете хорошо делать ту деятельность, которой вы занимаетесь, то, скорее всего, за вас будут держаться. Помните эту историю про Гомера? Как же она называется? В Терновнике, да? Забытый в Терновнике, да? Это о том, как гинеколог в Америке взял себе в помощники бездомного мальчика Гомера. И потом этот Гомер, он помогал этому дяде заниматься гинекологией. И на то время было незаконно, он занимался тем, что помогал делать аборты. И потом в дальнейшем работал еще сам тем, что занимался тем, что производил вот такие аборты. И был знаком с медициной, потому что его научил его отец, ну, приемный. И в дальнейшем он, конечно же, отказался от этого, потому что по своим духовным, душевным соображениям, но в дальнейшем, я уже не помню, по-моему, медициной он все-таки занимался, потому что там прошел какие-то курсы, там что-то, в общем, уже до конца книгу не помню. Книга большая такая. Она о любви. И Америке. И, конечно, почему я это все говорю? Потому что он был молод, ему было 20 лет, он делал, ему было, он был молод, ему было там от 9 до 15 лет. И вот его отец, который принимал, насколько я помню, эфир, разрешал ему делать аборты. И когда женщина под наркозом находилась, то он говорил, чтобы этот ребенок вместо него производил эти аборты. И этот ребенок эти аборты производил. Почему так происходило? Не зная медицину, зная какие-то прикладные методы анатомии и физиологии там маломальские, он позволял это делать там с помощью каких-то несложных инструментов. Ну и так и есть. Поэтому, когда у ребенка нет вообще вдохновения этим заниматься, не надо заморачивать ребенка и давить. Нет химии у него дара, ну и не надо химии тогда. Или ищите такого специалиста, который объяснит, как я, что химия это легко и что ее можно изучить на протяжении четырех часов. Просто дети, вот в свое время у меня было такое с ребенком, мой ребенок говорит, химию изучить невозможно, она очень сложная. Я говорю, понимаешь, вся твоя проблема в том, что ты нацелен химию изучать в виде сложной науки, а она чрезвычайно проста. Он говорит, как проста, вот там валентности разные, химические элементы. Я говорю, вот нам во всем поможет таблица Менделеева. Сверху указаны там одни соединения, оксиды, кислоты и так далее. Слева там указаны элементы, их масса и так далее. Теперь это все между собой соединяем по этой формуле и считаем. Все конец, все предельно легко. За три часа ему объяснил, он говорит, да я даже не знал, что это такая простая система. Я говорю, ну конечно, это все примитивно, но тем не менее. Людмила Лапинова. Подскажите, почему я не могу продавать ничего со своего дома, как исправить ситуацию? Вы не можете продавать со своего дома, потому что вы не умеете продавать со своего дома. Как исправить ситуацию? Пройти курсы, которые называются курсы, как продавать там в Инстаграм или там в Телеграм или еще где-то. А еще боитесь, страх мешает. Сильно боитесь. Подскажите, как сделать так, чтобы продавать что-либо? Есть ТикТок. Каждый день 15 видео. Берете стаканы. Я изготавливаю стаканы. И их никто у меня не покупает. Я его изготовил, делаю видео. Здравствуйте, этот мой стакан. Я его изготовил. Этот стакан классный, из него можно пить. Ага, выключились. Второе видео. Ага, ага, ага. В день 50 штук. Делаете в день 50 штук, через месяц у вас начинают покупать стаканы. Просто каждый день много-много видео для ТикТока. Много видео в Инстаграм, много видео в Ютуб. Эти видео делаете и все это начинает продаваться. Методы самые простые именно такие. Можно ли по-другому? Да, можно. Но чтобы по-другому делать, нужно больше знаний. А это сделано для тех, у кого их нет. Понимаете? Можно ли продавать через свои сайты? Конечно. Очень много людей продают через свои сайты. Но вы откроете сайт, попробуете что-то продавать и ничего не продадите. Почему? Просто вы не умеете продавать. А как научиться, могу сказать. Нужно сначала обучиться. Что такое Google Аналитика? Начать работать с программами. Семраш или там, ворс или допустим, серпстат. После этого провести аналитику. Посмотреть, по каким поисковым запросам. Посмотреть, кто ваши конкуренты. Создать семантическое ядро вашего сайта. В честь кластеров других этих вам потребных, наверное, продаж. Назвать ваши рубрики. После этого писать статьи с семантическим ядром. Запустить линкбилдинг на сайт. Указать правильно реквизиты. Запустить программу ответов. И так далее. Взять и поставить туда еще и легкие платежные системы. Зарегистрировать их все. Ну и потом заниматься развитием. А человек как делает он? Покупает сайт или открывает. Пишет там стаканы, 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 стаканы. Запускает. И никто его не видит. Если набрать в гугле стаканы, то вас нет. А почему меня никто не покупает? А как сделать? А что сделать можно? Как? Я не знаю. Но мы думали, что это все можно открыть и не обучаться. А не так. Оказывается, всему нужно обучаться. Живу в уединении. Мне это нравится. Не мечтаю, не желаю. Живу, как мне кажется, в достатке. Нормально? Вполне. Вы живете, как Саньясин. Эфиры не слушаю, но считаю, что попала в ваш эфир не случайно. Поэтому до сих пор смотрю и рада видеть. Спасибо. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Анастасия Ро Янова. Подскажите, получится ли открыть оффлайн школу немецкого языка в Германии и будет ли она успешна? Нет, к сожалению, не успешна будет. Но не будет она успешна за год, за два. Но если не сдаваться и где-то 3-4 или даже 5 лет это пихать, то будет успешно. А так, если откроете, то год, два или даже три ждет абсолютный неуспех. Много нужно будет работать. Никакого особого достатка. И это будет из года в год. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Не будет прямо ох и сразу все пошли. Принимаю джелкар, тертозин. Появляется, причем, аритмия. Может что-то добавить. Джелкар принимайте утром. Как вы относитесь к версии появления таблицы Менделеева? Спасибо за знание. Дали высшие силы. Дали просто каждый виток цивилизации или эволюции. Он дается высшими силами кому-либо. Не важно, кому это попадает. Просто дается. То есть в тот момент, когда мир готов, ему дают новые витки. Значит, время пришло. Не важно, это ребенку. Одним дают, и они могут это усвоить. Другим дают, не могут усвоить. Точно так же и с музыкой, и со всем остальным. Главное, чтобы ячейка, душа и сознание могли вместить вот эту большую информацию. Человек думает, что он сам все придумает, что он сам все это делает. Нет. В целом это мир, который управляется высшими силами. Поэтому высшие силы дают, человек транслирует. И так и будет всегда. Я желаю нам всем счастья. Весны. Приглашаю всех на вторую ступень. Ну, такой себе получился у нас семинар. Что можно из него, наверное, подчеркнуть? Я сказал сегодня о любви в семье. Давайте любить этих людей, которые рядом с нами находятся. Давайте не вспоминать плохо тех людей, которые когда-либо с нами жили. Давайте не жаловаться. Давайте обниматься, любить, целоваться. По поводу вам плохо, в случае, если человеку плохо, никому не жалуйтесь, никому не говорите. Начните сильно или активно дышать, проверьте щитовидку. В большинстве своем заболевания, которые связаны с паническими атаками и ненавязчивыми идеями, связаны с тремя заболеваниями. Это заболевания печени, холецистит или неотток желчи. Это заболевания щитовидной железы, аутоиммунный тиреодит, допустим. Или же это может быть связано с сердечными заболеваниями. То есть это может быть перенесенный ревматоидный ревматизм и на этом фоне какие-либо заболевания с искажением ритма сердца. Ну и вот эти все моменты, они в комплексе и создают потом. Вот почему это происходит? Нет ответа единого. Почему? Потому что. Получится бизнес с субарендой домов? Нет, не получится. Не будут брать, будет очень плохо получаться, медленно, вы не организатор, у вас как-то так все... Да, вы хотите, вам кто-то там что-то рассказывает, но вы не организатор, у вас как-то... Вам бы детей обучают, знаете. Мадина Атхмедовна, найду ли я посылку? Ну что, я желаю вам успеха. Мадина Ахмедова, а вот где ваша грошова петрынка? Почему ни один из людей, которые здесь находятся, не оплатил мне ни одного рубля? Ай-яй-яй-яй-яй. Но ладно, я не обижаюсь, ни в коем случае не вымогаю. Делайте как хотите. Помимо этого, я хочу вам предложить, после того, когда закончится этот вебинар, обязательно напишите свой комментарий под этим вебинаром. Не забывайте, что те люди, у которых больше всего людей обсуждают какие-либо вопросы в комментариях к видео, они в дальнейшем становятся популярными. Возможно, благодаря вам меня найдут еще люди, и я смогу ответить на какой-нибудь чрезвычайно важный их жизненный вопрос, который изменит их судьбу, и они станут, и за счет нас мир станет лучше, красивее, теплее. Кто-то не разойдется, кто-то будет друг друга обожать, кто-то изменит отношение к родителям, а у кого-то нервная система восстановится, а у кого-то здоровье. Я желаю...